Результаты проведения конкурентных закупок товаров, работы и услуг органами государственной власти в 2021 году рассмотрены на заседании правительства Тверской области. Его провел губернатор Игорь Аруденя. На заседании было отмечено, что по итогам прошлого года объем закупок увеличился почти в два раза по сравнению с 2020. Общий объем средств составил 64 миллиарда рублей. Конкурентные процедуры – это один из инструментов решения задач социально-экономического развития региона, конкретных направлений и отраслей. С этого заявления, открывая очередное заседание регионального правительства, начал губернатор Игорь Аруденя. Главное направление – своевременное проведение конкурентных процедур и подготовка документации. Прежде чем этим вопросом заниматься, надо изучить рынок. Изучить, какие компании работают на рынке. Работают в Центральном федеральном округе, работают в соседних федеральных округах. Потому что мы понимаем, что при масштабных и дорогостоящих работах имеет большое значение мобилизация исполнителя работы. Это перевоз техники, привлечение людей, это постановка на налоговый учет. По итогам прошлого года объем закупок увеличился почти в два раза по сравнению с 2020. Общий объем средств составил 64 миллиарда рублей. Этот рост обусловлен существенным увеличением объемов работ в дорожном строительстве и хозяйстве. В 2021 году основной объем закупок произведен во втором квартале. В дорожном хозяйстве средства направлялись на обеспечение строительства, ремонта и содержания дорог, развитие системы пассажирских перевозок. В строительстве на проектирование, ввод и ремонт объектов. В здравоохранении, на закупку лекарств, медицинского оборудования и изделий, деятельность санитарной авиации, борьбу с коронавирусной инфекцией. Сегодня удалось внести целый ряд изменений и правильных, наверное, замечаний по, прежде всего, комплексному подходу к госзакупкам. Например, к строительству, когда нужно проводить не одно конкретное здание, где-то там выслененное из нашего ландшафта, а вместе с подъездными путями, газонами. То есть все то, что создает комфортную среду, прежде всего, для нас, как для пользователей. Особое внимание, по мнению губернатора, следует уделять развитию практики опережающих и долгосрочных закупок. Положительная динамика в прошлом году отмечена по сумме опережающих закупок. Это более 9,2 миллиардов рублей. В 1,4 раза больше, чем в предыдущем году. В 2,5 раза увеличилась сумма долгосрочных закупок до 33,6 миллиарда рублей. Тогда как в 2020-м она составляла 13,1 миллиарда рублей. Среди ключевых долгосрочных контрактов строительство западного моста в Твери, Бежеской центральной районной больницы, развитие новой модели пассажирских перевозок, рекультивация полигона ТКО на 13-м километре Бежеского шоссе под Тверью, строительство автомобильной дороги Москва-Рига-Ржев и других проектов. Один из ключевых вопросов, который сегодня обсуждался, при проведении закупочных процедур, понимать реалистичность исполнения сроков. Это поэтапный контроль каждого раздела выполнения этих закупок, а не тогда, когда в конце реализации проекта или при наступлении уже финального срока сдачи возникают вопросы, а почему не вовремя сделали. Важной задачей Игорь Руденя также назвал привлечение к участию в конкурсных процедурах производителей и поставщиков, являющихся налоговыми резидентами Тверской области. По итогам 2021 года доля контрактов с тверскими подрядчиками составила 55%. В целом в 2021 году в четыре раза увеличилась контрактация с тверскими поставщиками по разным направлениям госзакупок. А объем закупок у малого бизнеса по сравнению с 2020 вырос на 7,6%. Субтитры создавал DimaTorzok